Приветствую вас на своем канале, меня зовут Ева Лехцер и традиционно для вас Таро прогноз на неделю вперед с 12 по 18 июля 2021 года. Работаем сегодня с двумя колодами, основная у нас это Таро черных котов и вспомогательная оракул символон. Как колоды вам уже известны, традиционно с вами мы посмотрим позитив недели, негатив недели, совет от карт и на символоне мы будем с вами просматривать неожиданность данного периода. Настраивайтесь пожалуйста на расклад и будем смотреть. Интересные какие у вас карты. Так, тройка кубков, как мы видим рыцарь, простите, пас жезлов и здесь у нас падает повешенный. Что можем сказать здесь по ситуации? Здесь приятное времяпрепровождение в компании с друзьями, максимум общения, максимум новых контактов, связей, переписок, знакомства по переписке. И здесь вот этот повешенный он указывает то, что вы будете связаны одновременно массой дел, массой обязательств это успеть. Все это очень много общения, контактов, переговоров, то есть это знаете как прокоммуницировать со всеми сразу. Вот почему вы будете как в подвешенном состоянии, потому что это видите как много привязок, успеть все. Здесь карты не говорят о каком-то позитивном аспекте. Если же эти арканы будем смотреть с точки зрения личной жизни, здесь может быть знакомство. Знакомство как к другому друзей, так и по переписке, но по повешенному вы сами не будете предпринимать никаких активных действий. Почему? Потому что умеренность, то вам и так комфортно. И сразу я не вижу, чтобы вас эмоционально зацепил партнер или партнерша, поэтому и серии есть, и хорошо, нет тебя, тоже хорошо. У вас тут нет какой-то серьезной эмоциональной привязанности. По принципу, вот я даже открываю аркан по семерке жезлов, добивайся меня сам, не подобивайся меня сама. Если же у вас вопрос любовных треугольников, опять же ситуация останется неизменной. Как в любовном треугольнике вы пребывали, так и пребываете. Единственное, что здесь в большей степени может быть общение на расстоянии посредством переписок, созвонов и прочих нюансов. Но как вы были в этой подвисшей ситуации, так эта подвисшая ситуация для вас останется неизменной. С точки зрения отношений для тех, кто находится в стабильных связях, то есть вы встречаетесь, вы сожительствуете, либо у вас семья и брак, то здесь в первую очередь арканы указывают на ситуацию, когда будет много гостей, много общения. И по повешенному это нужно будет одновременно либо отложить какие-то дела, либо какие-то перенести встречи, то есть чем-то пожертвовать ради этого. Сейчас даже давайте с вами дотянем, что здесь конкретно. Семерка жезлов, влюбленные королевы жезлов, это отложить немножечко в ящик ваше взаимодействие с другими лицами в плане работы, потому что здесь у вас работа, 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 а здесь нужно будет уже подумать немножечко о себе, о своем каком-то эмоциональном состоянии, о ситуации отдыха, чтобы у вас не было профвыгорания и выгорания эмоционального и физического. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете, то по связке этих карт это быть зависимыми. Вот видите, ждать, ну не то чтобы новостей, тройка кубков и пожезлов, это как плановый приход денег, не знаю, от близких, от родных, кто-то получает официальные дотации, пенсию, премию, алименты и так далее. Если смотреть для тех, кто в статусе соискателя, то здесь обращаться за помощью к друзьями, ждать каких-то рекомендаций, то есть рассчитывать на чью-то поддержку. Максимум проходить только собеседование, но трудоустройства по этим картам здесь еще нет. Если же вы наемный сотрудник, то здесь у кого-то может быть отпуск, это как вообще получить, подписать документы и отправиться в отпуск, потому что здесь повешенные, это отсутствие работы как таковой. Либо максимум по связке этих карт, это знаете, работа спустя рукава, как-то работать вообще не хочется. Энергопотенциал в плане работы у вас здесь будет на нуле, поэтому здесь уже работаем как работаем. Видите, десятка жезлов, тяжкое бремя, успеть все и везде, и за всех. Вот это вот, поэтому будет такая какая-то для вас тягостная ситуация. Если же у вас свой собственный бизнес, по сути ситуация аналогичная. Мак, это все грамотно проконтролировать, проделегировать. Вы можете здесь уехать в отпуск, но при этом оставить всем ряд обязательств, и даже будучи на отдыхе, вы все равно дистанционно будете контролировать эти вещи. Так, если смотреть состояние здоровья, вопросы кровотока, лимфотока, вопросы диеток, чисток и детоксикации. У многих по колоде Арканмак, это обращение к врачу за консультацией, за диагностикой и за медикаментозным лечением. Давайте смотреть, что здесь в негативе. Называется «Добрый вечер». Вы прям как овны на подходе. Во-первых, у вас здесь разрыв. Это каких-то связей дружественных, личных, бывших. Это раз. Сейчас еще у вас здесь посмотрю. Почему как овнов? Овнов крайне схожие карты в негативе, как и у вас. Здесь дотягиваю. Но вот я смотрю, если здесь вопрос смерти близких, здесь падает пашкубков. Здесь этой ситуации я у вас не вижу. Потому что двойка кубков – это быть при вашем окружении. Поэтому вам в этом плане полегче, в плане смерти родственников пронесло. А вот в плане разрыва, болезненного взаимоотношения с кем-то – это 100%. Причем у кого-то это может быть с родственниками, с давними друзьями, подругами, коллегами, с людьми, которым вы очень сильно доверяли. И совет по картам. У вас здесь падает старший аркан-дурак. По дураку – это в первую очередь отдых, это релакс, это отправиться в путешествие, это восстановление, это поездки, это успешный период для начинания каких-то новых проектов. Акцент на то, чтобы укреплять взаимоотношения с детьми. Либо если вы планировали детей, то здесь это, знаете, как проверять у врача репродуктивные функции, посмотреть, все ли у вас в порядке с гормональным фоном, вопросы генетики и прочее. То есть, знаете, как подготовка к вопросам зачатия, где-то рождение. Ну, а так, в принципе, аркан указывает на то, что будьте, знаете, и легкими на подъем. Смело идите во все новое, и все у вас будет прекрасно получаться. Так, ну и посмотрим с вами на данном этапе неожиданность данного периода. Так, ну смотрите, в плане неожиданности периода, аркан, который указывает на исповедь, то есть это получить чью-то помощь, чью-то поддержку. Кто-то, безусловно, может исповедоваться вам. Почему? Потому что кто-то может вам приходить изливать душу, и вы можете здесь быть в качестве эмоциональной поддержки или оказывать даже какую-то финансовую помощь. Карта исповедия, она всегда говорит о том, что как вы можете за помощью обращаться, так и за помощью могут обращаться к вам. Это в первую очередь арканы доверительных разговоров, таких, знаете, задушевных с кем-то бесед. Повторюсь, вы можете быть как в роли проповедника, так и в роли исповедующегося. Поэтому здесь, если единственный момент, вам доверили чью-то тайну, вам нужно её хранить, не делая никаких исключений. Почему? Потому что если продадите это огласке, потеряете этого человека. Если вас что-то гложет, это акцент на том, что вам нужно высказаться, не держать в себе, а вот всё то, что наболело, озвучить психологу, постороннему человеку, духовному наставнику, может быть, каким-то близким людям. Потому что здесь это карта получения поддержки понимания. Вам крайне важно облегчить душу, выговориться, поделиться чем-то сокровенным. Почему? Потому что это вам даст состояние освобождения. Когда вы что-то проговариваете, тем самым, знаете, осознаёте любую проблему, её отпускаете. Единственный момент по этой карте, это, знаете, если вас что-то гложет, то признайте сами себе в тех поступках, на которые вы закрывали глаза, либо от которых отворачивались. Тогда вам будет легче проработать любую проблему. Ну и в целом, если это какая-то эмоциональная тяга, это вот, да, вот, разрыв, ещё какие-то, знаете, как, покайтесь, попросите прощения, проговорите эту наболевшую ситуацию, ситуацию разрыва, кого-то оставить в прошлом, и тогда вам станет значительно легче. Вот такой расклад выходит на эту неделю. Если проанализируем, посмотрим, видите, у вас здесь старшие арканы и на совет, и в позитиве, и в негативе, поэтому неделя может действительно принести какие-то весомые перемены. Но мы для вас негативные арканы перекроем позитивными, чтобы отыгрывались исключительно благоприятные для вас моменты, и вы шли в новую жизнь, в ногу со временем, поэтому пусть так и будет. Жду от вас энергообмена, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Для тех же, кого интересует вопрос индивидуальное обучение на картах Таро, либо вопрос консультаций, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я вас благодарю за просмотр, благополучной вам недели, и до новых встреч!